В первой половине 17 века Николай Коперник предложил, что Земля имеет форму шара, который вращается не только вокруг своей оси, но и вокруг Солнца. Развивая его идеи, английский астроном Томас Диггис высказал предположение, что пространство бесконечно и заполнено звездами. Итальянский философ Джордана Бруно впервые стал отождествлять звезды с далекими Солнцами. В 1775 году в своем трактате Эммануил Кант предположил, что галактика может быть вращающимся телом в виде закрученной спирали, состоящим из огромного количества звезд, удерживаемого силами гравитации. Наблюдая за галактикой с точки, находящейся внутри нее, в частности из нашей Солнечной системы, получившийся диск будет виден на ночном небе, как светлая полоса. Современная космология продолжает пополняться уникальной информацией. Ученые выдвинули теорию Большого Взрыва, изучают так называемое реликтовое излучение, наблюдают расширение Вселенной. Появляются версии о существовании темной материи и темной энергии. Относительно недавно появилась информация о черных дырах, сформировали версию их происхождения. Ученые делают все больше открытий и получают все больше информации. Ну а на самом деле, существует ли темная материя? Что такое черные дыры и есть ли предел Вселенной? И вообще, как на самом деле образовалось все мироздание? А что если вся Вселенная это не что иное, как иллюзия? И суть ее информация. Над этими и другими интересными вопросами мироздания мы задумались, прочитав книгу АЛЛАТРА. И как у многих людей, у нас родилось множество вопросов. Давайте искать ответы вместе. А что если, кроме мира материального, в котором мы живем, существует мир нематериальный, мир первичный? Ведь науке уже давно известно, что человеческий глаз далеко не совершенен. Он воспринимает электромагнитные волны в диапазоне от 400 до 700 нанометров. Конечно, благодаря современным технологиям, наука может видеть больше, чем человеческий глаз. Но несмотря на множество уже известных волн самой различной природы, даже они по спектру занимают самый малый промежуток излучения. Сегодня люди зачастую пытаются объяснить невидимое на примерах видимого. Но на скрипучей телеге чисто материалистического мировоззрения в настоящей науке далеко не уедешь. Поэтому у современных ученых до сих пор нет четкого представления о том, например, чем же на самом деле является электрический ток или что такое гравитация и черная дыра. Для того, чтобы понять и вникнуть в природу этих явлений нужно иметь иное, отличное от материального мировоззрения. А что, если эти явления лишь проявляются в мире материи, а берут свое начало в мире духовном? В разных духовных учениях и религиозных сказаниях народов мира есть общая суть. Из мира Бога, которые именуются в легендах по-разному, например, мировые воды, мировой океан, мир изначального, мир Творца, появился первичный звук. Тот самый звук, который именуется по-разному. Мифическая птица, звук, первый логос, слово Бога. В современном научном мире договорились использовать лишь одну теорию. Это теория Большого Взрыва. Хорошо известно, что наша Вселенная в какой-то момент времени, но если быть более конкретным, 15 миллиардов лет назад, была рождена из, ну скажем так, имела очень маленькие размеры. Это размеры порядка 10-33 сантиметра. Представьте себе. Сейчас человечество может, ну размер атома это где-то порядка 10-8 сантиметра, размер ядра атома это 10-13 сантиметра. Далее мы с помощью всякого рода экспериментов можем проникнуть вглубь и рассматривать масштабы порядка 10-16, 10-17, даже 10-18. Но мы говорим сейчас о масштабах 10-33, то есть 0 и далее 33-0 после этой, значит, запятой сантиметра. Вот Вселенная началась в такой очень маленькой области пространства-времени. Эта область очень бурно расширялась. Была так называемая инфляционная стадия, ну предполагается, что она была. Это все произошло очень быстрое расширение инфляционной. То есть расширенность размеров 10-33 сантиметра, значит, она увеличилась до размеров порядка 10-20 сантиметра. То есть сразу как бы 30-30 порядков. Ну, родились элементарные частицы, они начали между собой взаимодействовать. И далее как бы начались процессы образования. Сначала образовались ядра, далее из ядер образовались атомы. Ну и пошло как бы образование планет, галактик и т.д. и т.п. А что если и вовсе не было никакого большого взрыва? А что если это всего лишь теория, которая благодаря современным технологиям в ближайшем будущем будет пересмотрена? Помните, это как история с молекулами и атомами, когда их считали целыми и неделимыми, и плохо представляли их внутреннее строение и их возникновение. Чем дальше ученые углубляются в материю, тем больше они находят в ней пустоты. А что если вся материя есть пустота? А что если это иллюзия, созданная Богом, мыслью Бога, т.е. духовным миром? Но для каких целей? Ученые смогли углубиться в микромир. Выяснили, что тело состоит из клеток, клетки из молекул, молекулы из простых химических элементов. А что же на самом деле химический элемент? Химический элемент — это определенный вид атомов, который характеризуется числом протонов, нейтронов и электронов. И между ними находятся, между ядром атома и электронами, которые находятся на различных орбиталях, большие, огромнейшие расстояния, условно говоря, пустые. Потому что ядро атома сформировано из протонов и нейтронов. Нейтроны нейтрально заряжены, протоны положительно заряжены, а электроны отрицательно заряжены, находятся на различных стационарных орбитах. Есть ближе к ядру, есть более отдаленные от ядра и формируют различные облака, так называемые плотности электрона. Но важно отметить, что живая материя, например, состоит из, скажем так, органов, тканей, клеток. А клетки уже, если их более детально изучать, на микроуровне состоят из молекул. Но между отдельными молекулами находятся огромные пустые пространства, если так можно выразиться. И молекулы, в свою очередь, состоят из атомов, которые также разделены огромными пустыми промежутками. Итак, одна мелкая частица делится на другие, более мелкие частицы. А что, если это деление заканчивается абсолютной пустотой? Она существует везде, как в микромире, так и в макромире. А что, если это и есть чистая энергия, так называемая энергия По, составляющая единое поле разновидностей всех энергий и возникающей из них материи? И тогда становится понятным выражение «Бог вездесущ». Импульсы энергии По порождают волны, изменяющие пространство и время. То есть, по своей сути, материя существует по законам волновой природы. Тот факт, что материя является порождением великой пустоты, дао, был известен еще 4000 лет назад индийским философам и около 2500 лет назад китайским мудрецам. Они наглядно представляли абсолютную пустоту, как гладкую поверхность озера в отсутствии ветра. Возникающая частица материи из пустоты сопоставлялась с появлением на глади озера Ряби под действием ветра. Ветер в данном ключе — это и есть божественная сущность, в которой он все создает и разрушает. В 1897 году английский физик Томпсон открыл электрон. Электрон стали считать первоэлементарной частицей, то есть первокрепичиком материи. Однако является ли действительно эта важнейшая частица беструктурной? Сегодня ученые вывели гипотетическую частицу гравитон, которая экспериментально не доказана, но теоретически вычислено, что из нее состоит гравитация. Гравитон наиболее подходит для обозначения частички По, и поэтому чисто гипотетически можно утверждать, что из всех фундаментальных частиц истинно таковым является только гравитон. А что если всем известный неделийный электрон состоит аж из 13 частиц По, нейтрино — из 5 По, остальные состоят из 3, 5, 7, 12, 33, 70 и так далее частичек По. Причем многие так называемые фундаментальные частички, состоящие из одного и того же числа По, но имеющие разные формы и знаки заряда, соответственно играют и разные роли в этом театре материи. Получается, что все мироздание соткано из частиц По, а это значит, что во всей огромной вселенной нет ни одного места, куда бы можно было бы воткнуть самую тонкую иглу, да так, чтобы ее кончик во что-то да не уперся, с чем-то да не соприкоснулся. А что же такое на самом деле частичка По, да и как была создана Вселенная? А что если в этом материальном мире все, в том числе и то, что известно на сегодняшний день людям, от субатомных частиц до атома, от пылинок на туфлях до скопления галактик в далеком космосе, все существует благодаря упорядоченной информации. Именно упорядоченная информация создает материю, задает ей свойства, объем, форму, массу и другие характеристики. Сейчас не идет речь о привычном для человеческого мозга понятии информации. Мы говорим о несколько другом ее проекте. Хотя даже в привычном для человека понимании, слово информация имеет несколько значений, в том числе мыслить, обучать, разъяснять, передавать вид, форму, формировать, создавать. Для простоты понимания условно назовем эту упорядоченную информацию информационными кирпичиками. Что же такое на самом деле информационные кирпичики, давайте рассмотрим на следующем примере. Представьте, что одна девушка решила провести своеобразный эксперимент. Для этого ей понадобились стеклянный аквариум, вода и маленькие кирпичики для сложения формы. В пустом стеклянном аквариуме девушка собирает из пенопластовых прозрачных кирпичиков замок по типу детского конструктора. При соединении одного прозрачного кирпичика с другим проявляется определенный окрас, видимый человеческому глазу. То есть у нее в голове есть план, как сделать замок, есть воля это сотворить, и есть силы, приложив которые она и строит из этого необычного материала. Девушка собрала замок, который при таком соединении стал видимым. Она любуется его красотой, объемом, сложностью архитектуры. Затем девушка, продолжая эксперимент, заполняет аквариум водой. Вода заполняет аквариум с такой силой, что разрушает построенный замок. При этом пенопластовые кирпичики, некогда бывшие элементами этого замка, будут всплывать на поверхность воды. Некоторые отдельно, некоторые группами, которые по-прежнему остаются видимыми глазу. В конце концов, вся конструкция под напором воды распадается на отдельные кирпичики, и от замка не остается и следа. Если она удалит всю воду из аквариума, пенопластовые прозрачные кирпичики опустятся на дно. Сами по себе они, без ее плана, воли и приложения силы не сложатся в упорядоченно построенный замок. Это будет всего лишь хаотичная кучка пенопластовых кирпичиков. Можно сколько угодно трясти аквариум, хоть вечность перемешивая их. Замком они никогда не станут, пока она не построит его заново. Так вот, именно эти условно невидимые кирпичики и есть образное сравнение с информацией, которая создает материю, задавая ей определенные параметры формы, объема, массы и так далее. А видимый замок из нашего примера – это уже и есть один из материальных продуктов упорядоченной информации, из которой образуются элементарные субчастицы, составляющие атомы, молекулы, химические соединения, то есть всю материю Вселенной. Ну и, наконец, воля, план сооружения и сила приложения – это основные составляющие мира духовного, которые проявляются в этом миру. А что, если в основе всей материи действительно лежит информация? И так, чего не коснись, по всей Вселенной. Но достаточно будет убрать информацию, как то, что мы называем материей, исчезнет, как дырка от бублика, после того, как его съешь. Ведь пока бублик есть, есть и дырка. Только бублик съели, исчезла и дырка. Так исчезает и материя. Нет информации, нет и проявления материи. Количество материи во Вселенной постоянно изменяется. То ее количество значительно увеличивается, то уменьшается. При этом информация всегда стабильна, благодаря чему общая масса Вселенной со дня их сотворения и по сей день не изменилась ни на одну миллиардную грамм. Если хотя бы один информационный кирпичик исчез, то исчезла бы и вся Вселенная. Исчезнет часть, исчезнет целая. Не прекращающее свое движение Вселенная дойдет до определенного расширения и исчезнет. Все гениальное, как всегда, просто. Эти информационные кирпичики мироздания никогда и никуда не исчезают. То есть не покидают пределы Вселенной, как в нашем примере с аквариумом, и существуют в нем в строго упорядоченном виде. А что если все в этом мире строго упорядочено, существует по определенному плану, воле и силе строящего? А что если человек в этом плане, как главное творение, играет самую важную роль? Готовит себя для дальнейшего существования? А что если это все правда? В фильме были использованы материалы из книги Анастасии Новых «АЛЛАТРА».